Привет! Я Анжелика Блейз, и я написала книгу о Южной Корее. Лучшие места страны и ее традиции. Кухня, корейская волна и мои приключения, которые не вошли в тревел-шоу. Ищите во всех книжных магазинах города и в интернете. В предыдущем выпуске «Куда аж дальше» я посетила рынок морепродуктов и узнала, какова сырая рыба на вкус. Мы исследовали золотодобывающую шахту Кванмён. Вместе с корейским блогером мы сломали стереотипы о жителях этой страны, а также узнали, что увидеть звезду кей-попа – обычное дело. Главное знать, куда ехать. А путешествием по провинции Канвандо мы завершим исследование материковой части страны. Я расскажу, что за транспорт такой велодрезина и какие блюда уличных торговцев стоит попробовать. Мы полетим на остров Чаджудо и попытаемся выяснить, откуда на нем взялись каменные дедушки. Мы очутимся в месте, где старый ненужный хлам превращается в произведение искусства. А также узнаем, как растут мандарины и так ли они хороши, как их расписывают. В Южной Корее очень развита железнодорожная транспортная система. Сев метро в Сеуле, вы можете оказаться в центре полуострова всего за каких-то два часа. Провинция Канвандо считается легкими всей республики. Ее горная местность сплошь покрыта густыми лесами. Познакомиться с провинцией и увидеть совершенно другую Корею предлагается интересным способом. Здесь в городе Чуньхон находится удивительное развлечение. Мы поедем по живописным местам города на таком интересном транспорте, как велодрезина. Уж не знаю, я смогу крутить педали с 6 километров или нет, но пока не проверишь, не узнаешь. Поделиться частичкой природы с туристами и при этом сохранить чистоту детственных лесов – задача не из легких. Но корейцы, как всегда, изобретательны. Они проложили железную дорогу, которая опоясывает горные склоны, и посадили путешественников на экологически чистый транспорт – рейлбайк, по нашему велодрезину. Тут есть два варианта велодрезины. Можно четырехместную заказать и двухместную. Мы с оператором, естественно, едем на двухместной. И у нас сейчас вообще небольшая очередь, а посмотрите справа, какая огромная очередь из туристов. Экотуризм в Южной Корее очень распространен, особенно среди пожилых людей. Каждые выходные бабушки и дедушки совершают трекинг с палками где-нибудь в горной местности. Инструктаж прошел только на корейском, но нас уже приглашают. Так, ну что, садимся на нашу велодрезину. Безопасность прежде всего. Не знаю, сквозь скоростью будем ехать, но на всякий случай пристегнусь. И вот наше чудо-карета тронулась. Сначала легонько, но потом вдруг начала набирать обороты. Блин, я боюсь. Я думала, это как-то помедленнее будет. Что за суперскорость? Своё название дрезина получила по фамилии немецкого изобретателя Карла Дреза. Того самого, кто изобрел беговел еще в 19 веке. Велодрезина – это производная велосипеда и тележки. Колеса транспорта перемещаются по рельсам с помощью педалей, которые крутит человек. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи и верные друзья. А вот это – неожиданный поворот. Мы въезжаем в темный, темный тоннель, который внезапно ослепляет нас просто волшебной иллюминацией. Вы это видели? Романтика какая. Конечно, там нужно пары ехать. Такие пузырики, такая атмосфера, такая музыка. Прелесть. Но отбросим сантименты. Ведь на подходе следующий тоннель. Веселый и зажигательный. Нет, сюда можно не только пары, но и шумной компанией. Так, у нас тут перевалочный пункт. Сказали отдохнуть минут 20 и далее пересесть на другой трансфер. Но люди не спешат садиться в поезд. Ведь вокруг столько неисследованной красоты. Почему я всегда опаздываю? Поезды по расписанию. Фух, успела. Надо же, только одну меня и ждут. Успела. Вот стоило отлучиться буквально на одну минуту. Смотрю, уже поезд едет, не ждет меня. Сейчас бы пришлось ждать еще целый час этого поезда, чтобы добраться до дома. Можно выдохнуть. Но эти виды, это музыка. Держите меня семеро. Ну что, все, приехали. Здесь страшная решетка. Все боятся идти. Я тоже высоты очень боюсь, поэтому я бочком-бочком. Так, безопаснее. Ну что, после многочасовых прогулок неплохо было бы перекусить? Я предлагаю отправиться в уличный гастротур и попробовать настоящий корейский фастфуд. Первое, что пугает туристов, незнакомых с Кореей, это возможность отведать собачатины. Миф о том, что корейцы едят собак, можно сравнить с мифом о том, что по улицам России разгуливают медведи с балалайками. Но все же, с чего начать, я, честно говоря, теряюсь. Поэтому подойду туда, где больше народа. В Корее очень модна такая картошечка интересная, с пиралькой, намотанная на палку. Наверное, это чипсы, не знаю, попробую. Лакомство называется картофельное торнадо. Для его приготовления у продавца есть специальное устройство. Одним нажатием кнопки он так изящно нарезает картофелину, что позавидует самый именитый повар. Кстати, тут еще можно выбрать посыпку сыр, лук, масло медовое, чили, барбекю. Я выберу сыр. Обмакнув картофель в специальный кляр, уличный продавец еды затем опускает палку во фритюр. Каких-то 30 секунд, и блюдо готово. Спасибо. Очень вкусно. Они как чипсы. Хрустящие, напоминают что-то между картошкой и фри, картофелем по-деревенски и между чипсами. Классно. Немного сладкий, и я же сыром посыпала, поэтому такой приятный сырный вкус. Не снимайте, я пойду есть дальше. Ну что ж, сырная картошечка мне очень понравилась. Но мне бы хотелось что-нибудь сладенького попробовать. Мне посоветовали купить хоток. Это такие оладушки с начинкой из бобов. Не очень понимаю, как бобы и сладость сочетаются вместе, но сейчас узнаем. Здравствуйте. Вот это, пожалуйста. Один сладкий. Давайте этот тогда. С чем в итоге покупаю, понятия не имею. И вообще уже сомневаюсь, хоток ли это. Так, что такое сусу, мне неизвестно. Ну, на всякий случай, соглашусь. А, это остро? Хорошо, спасибо. Thank you. Я немножко недоумеваю. Я не поняла, я же сладкое заказала. Говорят, соус спайси. Так, он горячий. Будем пробовать. Он не сладкий. Меня обманули. В общем, мы недопоняли друг друга. Я просила сладкий пончик. Хоток. А мне дали острый. И с лапшой, кажется, это стеклянная лапша. Вкусно, конечно. Тесто на пончик похоже. Почему я и назвала его пончиком. Но не сладко, а остро. Ох, надо учить корейский. Попытка номер два. Куплю пунгопан. Я все-таки хочу сладеньких булочек. И надеюсь, в этот раз мне повезет больше. Одну, пожалуйста. Фанаты аниме узнают в этих рыбках японское печенье таяки. Да, это лакомство было завезено в Корею во время японской оккупации. Но здесь оно называется пунгопан. Я вообще счастливица. Тут оказывается еще и две рыбки. Взять на вкус, сейчас попробую. Это оно самое большое, что я хотела. Не все путешественники знают, что каких-то 40 минут на самолете отделяют прогрессивный, но пыльный Сеул от чистейшего курортного города Чеджу, что находится на острове Чеджудо. Там отдыхают все местные. Ну что ж, полечу туда и я. Чеджудо – это одно из немногих мест, где можно просто гулять и наслаждаться тем, что сотворила мать природа. Здесь легко забрести мускатный лес, оказаться в вулканической трубе пещеры или отыскать в глубине тропиков невероятной красоты водопады. Чеджудо – самая маленькая провинция Южной Кореи. Здесь всего два города – Чеджу, который я исследую, и Сагвипхо. На острове множество достопримечательностей. Самые известные из них – три водопада Чхонжу-Йон или водопады Небесного Императора. Река проходит по глубокому ущелью. Тысячи капель, ударяясь об камни, образуют здесь особый микроклимат. Именно поэтому заповедник утопает в буйстве зелени. Легенда гласит, что некогда сами нимпы служили императору. Он позволял нимпу здесь купаться. Многих красавиц сопровождала музыка флей и сияние звезд. Неудивительно, почему от этого места так веет волшебством. Конечно, реалии куда прозаичнее. В водоемах, куда стекается вода, проживают речные угри, которые особенно активны именно ночью. Поэтому купаться тут не рекомендуется. А вот что рекомендовано, так это загадать желание у фонтана «Пять благословений» и посмотреть беседку, напоминающую буддийский храм. Роспись внутри как раз таки расскажет об императоре и нимфах. А еще здесь открывается невероятно красивый вид на море. Переместимся туда. Если у вас нет американской визы, это еще не повод отказываться от Гавайев. В Корее есть свои корейские Гавайи, и они находятся на острове Чижидо. Остров славится огромными волнами, шикарными пляжами, чистейшим воздухом и красивейшей природой. Не зря сами корейцы называют Чижидо «жемчужиной страны». А мировые организации признали Чижидо новым природным чудом света. Примечательно, что остров относится к чистой Азии. Здесь нет ни одного промышленного предприятия. А электричество вырабатывается с помощью ветряных станций и солнечных батарей. Как же хочется искупаться в этой голубенькой водичке. Водичка-то теплая для октября. Не зря там серфингисты кайфуют. Сегодня сюда съезжаются не только любители экстрима, но и те, кто хочет понежиться на солнышке. Пляж Вальджонри, который я случайно обнаружила, не очень известен среди путешественников. И сев на скамейку, можно полностью расслабиться и отдастся власти море. И с каждым рокотом волны вас будет уносить куда-то вдаль. Смотрите далее в Куда Уж Дальше. Каково быть фермером? Я отправлюсь на цитрусовую плантацию и узнаю, как растут самые вкусные мандарины острова. А в гигантском экопарке, где вместо деревьев из земли растут камни, мы выясним природу происхождения острова. Я открою завесу тайны стариков из базальта, а также посещу парк, где заброшенные автомобили и старые покрышки возродились в новом облике. Двигаясь на восток по непротоптанным тропинкам, мы пришли к загадочному месту из груды камней, растущих из земли, наравне с травой и деревьями. Остров Чиджудо вдоль и поперек пронизан вулканическими камнями. Здесь даже есть свой корейский Стоунхендж. Это такой парк, где царит спокойствие, умиротворение. Здесь так приятно погулять вдали от городского шума. Но, судя по всему, парк камней Чиджу не самое популярное место среди туристов. А зря. Ведь экопарк камней Чиджу лучше всего может рассказать о происхождении острова и его сердце в вулкане Халасан. Именно извержению этого вулкана, которое произошло миллионы лет назад, остров обязан своему появлению. Сейчас Халасан считается потухшим, а базальт, из которого состоит весь остров, служит лишь напоминанием о тех неспокойных временах на острове. Такие камни с отверстиями периодически находят на острове, как они образовались. Извергался вулкан, лава текла по дереву, ствол дерева, естественно, сгорал, и в итоге образовывались вот такие пустоты. Здесь, среди серебристых колосков Мискантуса, разбросаны сотни, тысячи камней причудливой формы. А самые необычные извояния природы поместили в музей, который находится здесь же, на территории парка. Его наружные стены и пол имитируют цвета и текстуры покрытия острова Чиджудо. Сам же музей выполнен из базальтового бетона и вулканического пепла. А на крыше музея расположен водоем, как напоминание о легенде острова бабушке Салмунде, которая была первым жителем Чиджудо. Это она одним взмахом лопаты создала целый вулкан. В тяжелые же времена, спасая от голодной смерти своих сыновей, богиня бросилась в кипящий котел с супом, который дети съели, не подозревая ни о чем. Лес из камней, собранных со всего острова, завораживает. Но когда вы увидите камни с человеческими лицами, вы лишитесь дара речи. Тальхарубаны – это визитная карточка Чиджудо. Каменных дедушек из вулканического базальта можно повсюду встретить на острове. Некоторые из них стоят здесь в древности и чем-то напоминают статуи Муая на острове Пасхи. Говорят, что Тальхарубаны являются стражниками острова и защищают Чиджудо. Но некоторые из них даже исполняют желание. Нужно лишь потереть им нос. Кто автор этих скульптур, неизвестно, равно как и их точный возраст. Одни говорят, что статую завезли с моря путешественники. Другие считают, что каменных дедушек строили местные шаманы, которые поклонялись грибам. А недавно ученые обнаружили похожую статую в Китае и теперь вообще сомневаются в предыдущих исследованиях. Вы только посмотрите, какая детализация! Вот этот, например, кажется, видел некоторые нехорошие вещи. Вот этот супер хмурый, серьезный, а вот этот на позитиве. Такой славный мужичок. Ой, а у этого прихватило животик. Разглядывать причудливые изваяния природы и человека можно часами. Да только грянул такой сильный дождь, что на некоторое время я засомневалась, на тропическом ли мы острове. Однако капризы погоды оказались мне на руку. Неподалеку от парка камней я обнаружила другой интересный парк, который показывает, как здесь заботятся об экологии острова. Как известно, корейцы очень бережно относятся к природе, и ничего лишнего, ненужного здесь не остается, никакого мусора. Одним из подтверждений моих слов является тематический парк «Сюрпрайз» в городе Чеджо. Это место является одним из самых крупных в мире парков трэш-арта. Здесь представлены свыше 300 произведений искусства, выполненных именитыми художниками и скульпторами из разного рода хлама. Первые шаги в развитии трэш-арта как направления в искусстве предпринял француз Марсель Дюшан. Он в 1913 году представил велосипедное колесо, готовое изделие, воткнутое в деревянную табуретку. Парк «Сюрпрайз» полон сюрпризов. Здесь можно почувствовать себя Дейенерис из сериала «Игра престолов». Можно прогуляться рядом с 7-метровыми динозаврами и даже увидеть знаменитый тысячелетний сокол, на котором летал Хан Соло в кинофильме «Звездные войны». А вы помните Чубаку? Я помню. Р-2-2-2, С-3-пио. Здравствуйте, магистр Йода. Цель тематического парка – не просто показать, как важно сохранить в чистоте окружающую среду. Главное – донести способы решения этого вопроса. Так, трансформация ненужных вещей во что-то новое – один из лучших путей для экологии Чи-Джи-До и страны в целом. Я хоть и не поклонник трансформеров, но меня поражает такая тонкая работа, все так качественно прорисовано, вырезано, покрашено. Прям супер! Конечно, корейские мастера молодцы, но они не единственные в своем роде. В выпуске «Куда уж дальше?» из Туниса я показывала дом-музей дядюшки Таеба, который также изобретает настоящие шедевры современного искусства из обычных гаек, шестеренок, свечей зажигания и других предметов, отживших свой срок. Парк «Сюрпрайз» также предлагает заглянуть и в крытый выставочный зал. Здесь находится интерактивная зона, демонстрирующая последние достижения корейцев в игровой индустрии. Сейчас я буду железным человеком. Видеоигра захватывает все ваши движения. И вот вы уже в игре сражаетесь с приспешниками Альтрона как самый настоящий супергерой. Но если подобные игры мне уже знакомы, то следующий зал меня удивил. Его стены и пол представляют собой водоем. При этом видеокартинка на полу реагирует на нажатие. И с каждым прыжком на бутон распускается прекрасная кувшинка. Такой парк интересный. Я прям впала в детство. А как тут не впадешь? Когда я была маленькая, таких чудесных разработок еще не было. Взять хотя бы это. Песок, видеопроекция и сенсорное изображение, реагирующее на нажатие. Это вообще как? Я сегодня творец земли. Хочешь, острова создавай или вулкан. Можешь даже цветами его засыпать. Чудеса, да и только. Изюминкой острова считаются мандарины. Здесь очень мягкий климат, что позволяет выращивать лучшие сорта и собирать урожай даже зимой. Мандарины здесь продают повсюду. Но какой интерес в покупных фруктах, когда все самое лучшее это то, что сделано собственными руками? В 70-е годы 20 века мир впервые узнал о таком понятии, как агротуризм. Тогда англичанка Сью Коппорт, поддерживая движение за органические продукты, предложила городским жителям приезжать в выходные на ферму. Ведь что такое картофель фри или чипсы, знали все. А вот как растет эта культура, понимали только сельские жители. Я же сегодня узнаю, как растут мандарины. Дают специальные перчаточки, чтобы не уколоться, не испачкать ручки. А еще в 5000 вон входят такие инструменты для сбора урожая, как секатор и тазик. И да, вы не ослышались. В моем случае плачу я, а не мне. Такой вид агротуризма, значит, жидо очень распространен. Ну что, следуем за проводником? Она покажет мастер-класс. Ведь мандарины собирать не так-то просто. Смотри, берешь секатор и отрезаешь самый спелый мандарин. Затем отсекаешь хвостик. Чистишь и ешь. Это бесплатно. Только кожурки, пожалуйста, сюда выкидывай. В общем, мы можем сколько хотим сейчас кушать мандаринчики, собирать, а в корзинку мы должны килограмм набрать. Вот в чем вся соль. В магазине-то мандарины будут дороже. Главное, не потерять рассудок от такой халявы и есть в меру, чтоб не лопнуть. Друзья, это какой-то мандариновый рай. А какой аромат здесь стоит. На острове произрастает более 40 сортов этих фруктов. Причем деревья плодоносят несколько раз в год. Ведь даже в самый холодный месяц температура ниже 6 градусов тут не опускается. Ну что, приступим к работе? Первый пошел. В такую погоду собирать мандарины одно удовольствие. Летом, конечно, наверное, жарко. Но вот в октябре мне кажется, вообще не напряжная работа. Так, что ж еще тут можно? Подумаешь, мандарины, скажете вы. Да в любом магазине они сейчас есть. Есть, но полезные ли? А вот на острове Чуджудо выращивают цитрусовые в органической чистоте. Деревья тут ничем не удобряют, плоды химикатами не обрабатывают. И, кстати, это очень заметно. Мандарины порой кривенькие, местами шероховатые. Так, ну что, снимаем пробу. Аромат интересный. Не как у марокканских мандаринов. И очень сладкие. Не зря мандарины здесь самый ходовой товар. Говорят, эти сочные фрукты поднимают настроение и сохраняют энергию на весь день. Классно, что можно абитации несколько хочешь. И по времени тоже разрешили здесь быть хоть до утра. Да только на деле, оказывается, не так уж и много съешь этих фруктов. Пара, тройка, и ты сыт. А вот мой урожай. Ароматные, спелые мандаринчики. И совсем без косточек, что удивляет больше всего. На этом мы завершаем путешествие по стране утренней свежести. Корея раскрыла себя как высокотехнологичную страну где, однако, любит не только работать. Залы, игровых автоматов, интерактивные зоны и видеоигры. А для любителей поесть здесь найдется еда на любой вкус. От сочного мяса на углях до свежайшей рыбки. Мы познакомились с природными богатствами страны, узнали об органических продуктах, выращиваемых на ее землях, а также изучили нелегкий путь корейского народа к становлению свободной нации. Южная Корея поделилась с нами частью своей культуры. Местами детской и забавной, но такой аутентичной и интересной. О какой стране пойдет речь далее, узнаем в следующем выпуске «Куда уж дальше». Друзья, до новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова